Друзья, приветствую вас на своем канале и сейчас я бы хотел обрушиться жесткой критикой в адрес телефонов iPhone По этому поводу я написал даже вот несколько листов Они вот все исписаны, это серьезно, это я не жду А небольшая предыстория Раньше я пользовался телефоном Samsung У него стояла вихита IP67 Но после того, как я попытался снять через 3 года пользования под водой видео К него попала вода, он сдулся, испортился И сейчас я вынужден пользоваться телефоном iPhone Пользуюсь я им уже, наверное, где-то около месяца И вот какие минусы для себя я обнаружил Пожалуй, начну из того, что мне лично вообще крайне неудобно Это кнопка назад Ее в iPhone просто нет отдельно Она есть в левом верхнем углу Вот здесь вот И когда ты пользуешься рукой То вот на Android у меня кнопка всегда была здесь То есть я запросто нажимал Отменить там, либо вернуться обратно А на iPhone мне нужно пользоваться либо второй рукой Либо вот так вот делать вот такую манипуляцию И вот так вот тыкать по экрану Это вообще крайне неудобно, короче, ребят Также нет кнопки домой Это тоже неудобно Раньше на старых моделях iPhone была отдельная кнопочка Ты ее тыкал и возвращался на исходный экран Поехали дальше Перенос файлов на персональный компьютер Не Apple-овский, да Это вообще целый квест Для меня, человека, который постоянно снимает видео И переносит их на компьютер для того, чтобы отредактировать Либо для того, чтобы размещать по соцсетям, по площадкам По каким-то Для меня это реальная проблема И шнур не всегда помогает И не всегда помогает приложение, которое там есть Не помню, как называется Которое везде пишут, что нужно через него переносить Оно не всегда срабатывает почему-то корректно И в итоге я вот для себя эту проблему решил Скачав стороннее приложение И смысл в чем? Я сначала запускаю приложение Выбираю файлы, которые мне нужно перенести Я их нажимаю кнопочку «Отправить» Они у меня сначала компилируются где-то в каком-то файле Потом в зиповском Потом этот зип-файл уходит на компьютер После этого, чтобы мне удалить эти приложения Нужно заходить обратно в iPhone и искать их Потому что приложения сортируют их по какому-то одному принципу А iPhone сортирует их совершенно по другому принципу И это крайне неудобно Также это касается установки сторонних приложений Если на Android я беру файл АПК Ставлю его, устанавливаю, пишу разрешить Он у меня устанавливается То на iPhone это все делается через жопу Я даже вот, извините меня, не стал заморачиваться Потому что там слишком все печально Еще один момент Это очистка кэша То есть вот это вот айфоновское Сгрузить приложение Это вот такая бредятина, ребят Потому что когда приложение сгружается То сгружается само приложение А вот эти все данные твои Тут самый кэш Он остается в телефоне, блин Вот У меня, например, приложение Капкад Кэш занимает, допустим, 10 гигабайт В Android я захожу в приложение Нажимаю очистка кэша И все Его нет Если я захочу, я очищу данные также И у меня останется голое приложение В iPhone я сгружаю приложение И у меня остается Все мои данные остаются Для того, чтобы мне восстановить приложение Мне нужно снова его загрузить И оно загружается со всеми этими данными И с этим кэшем дебильным Ребят, это, конечно, вообще Кто это придумал Это гений вообще Чтобы очистить кэш Мне нужно удалить полностью приложение Поставить его заново Ввести свой аккаунт Ну, благо сейчас есть и в iPhone Вот эта функция Сохранения паролей Но она есть также и в Android Ладно, поехали дальше Будильник Блин, я доебал будильника В Android, когда я ставлю будильник Он мне пишет Что через 7 часов 13 минут он сработает А в iPhone это и нет херни Она очень удобная, ребят Ну и дальше Нет отдельной папки с фото и видео Которая делается с камерой Это вообще бред Вот эта папка недавняя Она включает в себя Всю тушнягу, которая пришла на WhatsApp Пришла в Telegram Скачалась где-то в браузере И она перемешивается С теми фотографиями и видео Которые ты снимал на iPhone На свой iPhone Вот я когда сделал отдельную папку Назвал ее камером И потом выяснилось Что у меня При нажатии на камеру То есть надо каждый раз Фотографии, сделанные и видео на iPhone Переносить в папку камера Вручную Настройках этого нигде нет Это очень неудобно Вообще, как вот с этим жить Ну и вот здесь вот у меня написано Что плюс до iPhone Это его камера А точнее даже, я бы сказал, не камера А то, что у него есть автоматическая стабилизация Во время съемки Ну и это основной Наверное, единственный плюс Вот в этом Моем старом Испорченном Samsung A72 У него есть стабилизация Она не встроенная Но она хорошо снимает Только при хорошем освещении При дневном iPhone Также снимает При хорошем освещении В темноте Он снимает Гораздо хуже Блин, ребят Я вот не знаю Считаю, что те люди Которые купили iPhone Особенно в кредит Или на последние деньги Они сильно лохнулись Потому что круче Они от этого не стали При первой же возможности Я куплю себе Samsung И даже не S А какой-нибудь А А73 А74 Что вышло сейчас На замену моего телефона Вот А покупку iPhone Особенно за те деньги Которые он стоит сейчас Я считаю Просто Выкидкой денег На ветер Но если, конечно Вы там не вращаетесь Круга Где iPhone Это престижно Но опять же Это Престижно Да Вот это неудобно Все, блин Вообще Я не понимаю Нахера вам нужен У меня все Пока